Вот такой вид у нас открывается с балкона дома, где мы снимаем комнату. Видны горы. В общем-то, можно сказать, что мы практически в горах живем, но уже ближе к горам. Сегодня суббота и пасмурно сегодня в Геленджике, поэтому на море мы, наверное, не пойдем, а поедем, скорее всего, на какую-нибудь экскурсию. Сейчас попьем кофе и пойдем посмотрим, какие там есть экскурсии, что-нибудь выберем. Смотрите, у меня куча веснушек появилась. Не знаю, видно, нет? Ну, что я хочу сказать, по сравнению с Ялтой, мне кажется, что Ялта, она более, как бы вам сказать, то есть более гористая все-таки, и там такие горы более крутые, и даже дома, они вот не как в Геленджике, да, стоят, а они прям чуть ли, вот знаете, как лесенка друг на друге. Вот, в Геленджике как-то мне показалось, что немножечко поспокойнее в этом плане. Вот, давайте вам чуть-чуть подальше покажу тоже вид. Очень красиво. Сегодня в Геленджике пасмурно, ветрено, море разрушивалось. Вот, и мы сегодня на пляж не пошли, просто ходим, гуляем, обещали дождик. Сегодня на одном из пляжей вообще нет ни одного человека, потому что море прям сегодня вообще очень спокойное. Смотрите, какие волны. И грязная, конечно же, длина вся морская, что сегодня летит к берегу. Смотрите, какие волны. Нашли вот такой красивый якорь на набережной. Вид, конечно, сегодня классный. Можно фоткаться с этим якорем. Есть разные персонажи из различных сказок. Такая небольшая аллейка. Для детишек, я думаю, интересно. Акрандаши там. И гуратино. Сейчас. Также здесь еще вот такая аллейка симпатичная. с красивыми статуями. Очень здесь красиво. Мы продолжаем. Сейчас мы идем на автовокзал, чтобы поехать в парк, который находится в Кабарте. Сейчас вот мы находимся на высшем метре прям таки. Вот автовокзал. Прям под горами. К сожалению, из-за жутких пробок мы не смогли купить билет до Кабардинки. Вот. И, наверное, скорее всего, мы не поедем в этот старый парк. Даже не знаю, что делать. Пока стоим на автовокзале, думаем. Смотрите, какого жука нашлись. Мы сейчас только что приехали из Геленджика на общественном транспорте до Кабардинки. Кабардинка мне показалась довольно-таки неплохим курортным таким поселочком. Это для любителей более спокойного отдыха, думаю, подойдет. И сейчас мы ищем старый парк, чтобы там погулять. Идем по одной из улиц в Кабардинке. Как всегда, куча разных сувениров, в общем, и так далее, экскурсии. Что мы отметили, цены такие же, как в Геленджике абсолютно. То есть ничем не отличается. Единственное, что, может быть, чтобы снять жилье здесь будет подешевле, то, конечно же, это все зависит от номера, от удобств, в которых вы будете находиться. Купили мохито, чтобы освежиться. Спрашиваем у местных, где находится этот парк. Вроде как нашли. Пошли мы все-таки этот парк. Вроде как. И сейчас приближаемся к нему. Это вход в этот старый парк. Уже красота. Приобрели билеты в старый парк. И сейчас пойдем там гулять. Мы уже пошли сюда. Смотрите, какая красота там. Вот так. Пока что мне здесь очень нравится. Такая спокойная музыка. Играет расслабляющая. Но людей очень-очень много. Очень красивые здесь растения. Конечно же. Красивые фонтанчики здесь. Так же еще. Как потеряешь там нас. Так же здесь мы нашли вот такие кривые зеркала. Который искажает пропорции тела Смотрите, какая я получилась Также еще вот такие зеркала Есть кафешка, если вы проголодались, можно перекусить Такая симпатичная, красивая беседка Здесь есть храм Сейчас, наверное, чуть попозже тоже сюда зайдем А еще здесь очень интересный такой камень вечности Нужно прикладывать ручки, класть монетку и загадывать желания Вот тоже очень красивый какой-то собор Сейчас мы с вами к нему подойдем Сзади меня очень классный фонтан Неудобные головы Особенно эти треугольные силы Они уйдем Я устала Ну да, можно же сюда попробуй зайти Нам говорили только про другой дом, что он платный Правильно, что мы говорили Что, если вы хотите Затем закалить Сейчас вы надо их попробовать! Смотрите! Есть японская чистовня, где нужно приходить, загадывать желания, а также покупать предсказания, и потом опускать его в этот пруд с рыбками. Очередь их, конечно, огромная. Я сначала хотела, но потом передумала, потому что очередь будет. Мы уже вышли из старого парка в Кабардинке, и хочется сказать, отметить, что нам он очень понравился. Он небольшой, но там действительно настолько много различных красивых скульптур, водопадиков и вообще очень красивых мест, фонтанов, где можно реально сфоткать. У меня даже разрядился телефон, и вообще просто там куча-куча фоток, теперь нужно будет выбирать. Это реально место для тех, кто любит смотреть глазами, то есть визуально любоваться красотой. Вот, и также для тех, кто любит делать очень много селфи, очень много фото, это место подойдет идеально. Я вас уверяю, у вас там будет тысяча-тысяча фотографий. Вот, поэтому вот так. Очень даже понравилось. И, кстати, Кабардинка сама тоже понравилась. Очень даже неплохой поселок, такой спокойный, для отдыха, по-моему, отлично. Сейчас мы хотим пройти на набережную Кабардинки, чтобы просто посмотреть, что там, как сравнить с Геленджиком. Вот, потому что, может быть, приедем сюда отдыхать, а может быть и нет. Просто интересно. Набережная ведет вот такая дорога, которая идет, в принципе, практически сразу после старого парка. По дороге к набережной, как всегда, продаются всякие вкусности, сувениры. В общем, в принципе, все как везде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самое первое, что встречается на набережной Кабардинки, это различные аттракционы, как для детей, так и для взрослых. Чем-то напоминает Алушту. Ой, Алушту, Анап. Да, Алушту, Алушту, точно, в Крыму. Я все время путаю Анапу и Алушту. В Анапе я никогда не была. Вот вообще могу бы сказать, что я впервые в Краснодарском крае. До этого я всегда отдыхала в Крыму. Вот. И поэтому у меня такие первые впечатления. Да, мальчик. Да, мальчик. Есть вот такой дом, перевернутый. Харминь. Субтитры делал DimaTorzok В общем, в Кабарденке можно сказать, что тоже довольно-таки неплохая набережная Тоже очень много развлечений В Кабарденке сегодня тоже шторм Так же, да, какие-нибудь дни Очень сильно подняет длины, просто вообще ужасно Но так как это уже ближе к Новороссийскому городу, мы здесь можем видеть уже такие кораблики Именно вот там, вдалеке от Чудоа, видно, мало ли нет Но очень сильный ветер и очень сильный полк Смотрите, какая прикольная, типа Эль-Клева башня И такое ощущение, как будто бы она находится как-то ближе к горам, что ли, чем Киленджик Ну, как бы, не знаю, какое-то объяснительное, просто то, что она меньше и не знаю Или может видно лучше, ну, в общем, даже не знаю, такое ощущение просто Что как будто бы прямо у самого хорошего Мы уже пришли на автовокзал или автоказ Сейчас кабардинки Вот, ждем